собачка такую собачку ты может быть еще не рисовал но постараемся нарисовать баклажан привет друзья меня зовут ваня я рисую в instagram и на youtube и на канале рыба кит сегодня рисуем собачек у меня есть настроение собачьи на я такое если хорошая веселая с языком я такой для вас рисую рисуем на белом листе бумаги акварель акварелька у меня гамма акварель пчелка медовая 24 цвета вот так вот разбирается она прикольная тем что разбирается действительно цветов много и вот так можно использовать цветов много не бывает потому что вначале ребята не так супер смешивают все умеют а лучше использовать готовые цвета как мы сейчас рисовать розового пуделя рисусь со мной смачиваем каждую красочку капаем капельку на каждую красочку зачем капать чтобы она сразу готова была ты сразу врал и она уже готовенько пишем нарисуем давайте рисовать пуделя классно 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 чтобы у нас получился уже для больших для взрослых ребят собачки фиолетовая и то что мы жульку нарисовали на пока простая была сейчас посложнее пудель состоит из тела и мы тело рисуем вот такое у пуделя большая грудь и тоненькая то он такой худенький да такой худенький это пудель да теперь рисуем пуделю нашему морду или голову сначала вот такая голова у него такая надеюсь все будет видно здесь морда морда это то что и вот я называю мордой то что вытянута вот это вот длинная да вот она здесь у него будет из-за этого так мы обводим вот такая вот пудельская голова будет у него Есть шея, она вот такая длинная У пуделя такая худая Длинная шея, почти как у жирафа Рисуем ее Можно сказать, рисунок для ребят постарше Две лапы рисуем Передние, да? Передние лапы идут вот отсюда, вот так Раз и два И похоже на лошадку Мы рисуем большого пуделя, что прям большой получился У них есть толщина такая, вот как у моей руки Толщина есть, да? Мы рисуем толщину И лапки, лапки совсем небольшие Ну и толщина тоже не такая толстенькая Совсем, чтобы толстенькая Вот так немножечко, чтобы была толщина И задние лапы, задние лапы Они немножко исхитриться надо И они вот так идут Раз и два, вот так вот А здесь тоже Вот такие лапы Вот так вот исхитриться немножко Они в другую сторону сгибаются Видишь, вот в эту сторону Мы их показываем Ну и собственно теперь смываем кисточку Смываем и розовеньким все красим Вот прям раз, раз, раз Все красим розовеньким, как мне нравится Все по-простому, ничего сложного нет Добавим Уже самое интересное, самое сложное мы нарисовали Вот розовая мордаха Ему нарисовали Все супер Здравствуйте, как у вас дела? Завтра будете рисовать? Обязательно буду рисовать В 10 я у Гаммы В гости приходите в 10 часов Так я и у себя тоже Стараюсь это сделать побольше Так, теперь что у Пуделя есть? У него, конечно же, красивые уши И мы эти уши рисуем Обязательно будем рисовать И я всегда стараюсь попроще нарисовать И посложнее Вот сейчас Пудель немножко сложнее, чем обычно Немножко сложнее И ребята постарше, которые уже думают Пудель классный, нам нравится Пудель И тоже захотят нарисовать Пудель С таким вот хвостиком Его подстригли, конечно, он какой красавчик Но у нас он супер розовый Прям зашкаливает моя камера, розовая Берем теперь малиновый Малиновый потемнее немножко Такой почти бордово-фиолетовый И будем делать основные такие штуки Чтобы хорошо видно Видишь, малиновым я рисую Хорошо видно Его беру и сверху добавляю Затемняю моего Пуделя Где я хочу И здесь нужно побольше рисовать Здесь вот у него неподстриженные волоски Такие маленькие облачка Пудель тем и знаменит, что его так стригут Смешно И я не знаю, приятно ли это Пуделям Честно, смотреть на это смешно Но мне кажется, что Пудели Хорошо бы тебя еще себя чувствовали В шкуре своей неподстриженной Хотя, может быть, кому-то и нравится Если его с детства стригут Ну, например, меня с детства стригут Я вроде нормально, мне нравится это дело Так что Пудели, они тоже почти как люди Волосики вот здесь вот на шапке показываем Здесь, где волосики, там везде потемнее делаем Даже, может, чуть-чуть фиолетово мазнуть Чуть фиолетово, чтобы волосики так Чуть-чуть вот здесь, вот в этих местах Чуть темнее казались Что вот здесь вот он такой тепненький, да Такой парнишка Пудель классный получился Ну, супер! Супер! У меня Толково нет У меня такого нет розового Бери оранжевый, бери желтый Желтым тоже можно Пудели нарисовать Давай нарисуем ему повязочку Или ошейник Я думаю, черный ошейник лучше всего здесь подойдет Он стильный, так выглядит стильно И черненький, мне же уже начали Тогда все остальное нарисуем Нос, глаза Почти настоящий Пудель у нас получился Ну, прям почти Ну, даже я бы сказал настоящий Если мы ему имя еще придумаем То будет настоящий Да? Здесь вот такие небольшие Коготочки, которые спрятаны Вот у нас Пудель получился Теперь нарисуем ему, что вокруг Что тебе нравится? Мне нравится Я всегда говорю, что мне нравится трава Я рисую ее мазками рядышком И это очень прикольно Смотрится И вся картина такая сразу оживает Пудель отдельно Трава отдельно Некрасива А вместе соединил Приятная картина Которую можно подарить Хорошо пишет Спасибо Что приходите Спасибо Если пишете, я отвечаю Мне нравится Переписываться с вами Как бы переговариваться И какие-то вопросы Если есть Говорите Собственно Не знаю Может быть вопросов нет Просто ты рисуешь со мной Самое интересное Если ты поделишься Это будет приятно для меня Потому что я рисую для тебя Если ты поделишься Делиться очень легко Сделай сторис Напиши Собачка рыбакит 3 Чтобы я увидел Тебе супер лайк поставил И вот такой вот У тебя рожица будет Вааа Рыбакит довольный Имя Розочка Аа Ты думаешь это девочка? Может быть Давайте действительно Но мне кажется это парень Вот особенно с усами Такой Хо-хо-хо Мне кажется я рисовал Мальчишку Розочек Может быть Розовый Розовичка Или Ну Давайте попробуем Еще кто-то придумает Имя какое-то Попытайтесь придумать Вот здесь немножко Можно беленьких добавить Попытайтесь придумать Что-то прикольное Имя Часто очень люди Сразу выбирают Именно Связанные с цветом Собаки Или кошки В прошлый раз Рисовали кошек И вот с цветом Выбирают Ну это прикольно Это весело Цвет такой-то Астронавт 2 Астронавт 1 Уже улетел Да Так Что еще тут можно нарисовать Я думаю что Здесь идеально Подошло бы Какое-то заднее Дерево На заднем плане Почему дерево? Ну как бы Я думаю это да Подошло бы дерево Именно такое Холодное Холодное Вдалеке И может быть даже Коричневым Так немножко Мне кажется Дерево подошло Это какой-то французский Пудель Может быть Я не знаю Откуда эта собака Пошла порода Но мне она нравится Рисовать по крайней мере Ее приятно И когда ты ее рисуешь Получаешь такое Удовольствие Такой красивый Пудель Красивый Нарисованный И смотреть тоже Со стороны Тоже прикольно Такой пудель У меня получился Давайте название И идем Девочка Девочка И все Ну хорошо Давайте розочка Называем розочка И еще одну собаку Я успею нарисовать Того я 4-5 нарисуем И я пойду работать Розочка 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 Пудель Воробушек Хорошее слово Воробушек Мне кажется Имя хорошее Жалко я назвал Этого розочкой Розочкой уже Эта девочка У нас получилась И идем сюда Заставку делаем Через минуту Продолжим Еще одну собачку Я нарисую Я сегодня решил Рисовать собак Потому что Как-то уже Кошечек мы Порисовали С вами А как собак Просят Тоже же И я думаю Собак я тоже люблю Хочу собак Сегодня нету конкурса Хотя я хотел бы Организовать конкурс У меня не хватает Времени вечером Чтобы провести И нарисовать рисунок Понимаете Из-за